На этой неделе власти начали массовое переселение жителей из поселка Калачи в другие, более безопасные районы области. Лед тронулся после того, как ситуацию взял под контроль президент страны. До этого момента ни многочисленные материалы в СМИ, ни требования самих людей не давали результата. Первыми репортаж из сонного поселка сделали журналисты нашей программы. Другими словами, весной 2013-го поведали миру о необъяснимом явлении. С тех пор медики Казахстана провели около 7 тысяч испытаний. Подключались зарубежные специалисты, но причина сонной болезни так и не была найдена. Олжас Рамазанов снова отправился в загадочный поселок. Теплые вещи, банка кофе, энергетический напиток, да и конечно старый добрый будильник. Все это поможет мне не уснуть во время трехдневного визита в сонное царство. Что ж, рюкзак собран, поехали! Вот мы и начинаем свой путь. Впереди у нас около 500 километров до села Калачи. Еще не поздно развернуться, но мы настроены решительно и хотим выяснить, почему до сих пор, почти уже два года, ситуация остается неразрешенной. С марта 2013 года Калачи стали неким местом паломничества для журналистов. В поисках сенсации в село устремились десятки репортеров. Сельчане признаются, надоели. Убираю Акимата. Хорошо, спасибо вам. Телефон местного Акимата работает уже как диспетчерская служба для мировых СМИ. Недавно звонили даже из BBC. Именно журналисты и России звонили, потом звонили с BBC. Это такие журналисты представляют. Сейчас в BBC звонят. А вот кто его знает, сейчас мы послушаем. Акимата. На этот звонок должен был ответить местный Аким Ассель Садвакасова. Это ее кабинет. По словам Владимира Алферова, она заболела. А вот чем именно, рассказали сельчане. Это правда, что ваш Аким уснула? Да, да, да. Уснула, да? Да, она веселила в больнице. Так сонная болезнь добралась до верхушки местной власти. Акима и одного из депутатов Маслихата. Правда, главный врач районной больницы затруднился подтвердить диагноз Асель Садвакасовой. При помощи Республиканской сан-авиации транспортировали Садвакасову. Это научно-национальный центр медицины для дифференциации диагноза. На наших глазах в больницу занесли очередную возможную жертву сонной болезни. Всего за два года к медикам обратились 107 человек, но лишь шестеро из них доставлены сан-авиацией в столицу. Среди них нет детей, зато есть Аким и депутат. За все время калачинской эпидемии уснули более 107 человек, практически половина из них дети. Всех госпитализировали, но из села не вывозили. Однако стоило уснуть Акиму округа и депутату Маслихата задействовали даже сан-авиацию, чтобы отправить пострадавших в Астану в одну из лучших клиник. Другими словами, здоровье власть имущих дороже, чем здоровье детей. На связи со студией из Калачи Олжас Рамазанов. Олжас, расскажи, что там происходит, началось ли переселение. Добрый вечер, Майя. В фразу «проснуться знаменитостью» можно с легкостью отнести к жителям сел Калачи и Красногорский. Сонная болезнь принесла маленькому поселку на севере Казахстана большую популярность. О нем знают в Германии, Канаде, Австралии, Бельгии и других странах. Вот только ситуация от этого не меняется в лучшую сторону. Лишь в последнее время есть определенные сдвиги, началось поэтапное переселение. И говорят, что скоро станет известна сама причина загадочной болезни. Далее Олжас Рамазанов покажет, как люди готовятся к переселению. Смотрим. Чем дольше причина сонной болезни остается неизвестной, тем больше догадок. Вплоть до мистических. По мнению Нуркана Казбекова, виновна потусторонняя сила. Души покойных предков, неотпетые, образовали как бы миниатр. Народный целитель утверждает, что в 1950 году на урановой шахте работали пожизненно осужденные и смертники. Их души, говорит, так и не нашли покоя. Эти души неотпетые, и души непрекаянные, они вот создали вот этот негатив. То есть здесь искусственно образовалась вот эта капсула зла. И вокруг еще окружение урана. Сонная земля слухами полнится. Местные жители рассказывают не менее захватывающие истории. Делаем несколько шагов от мистики и фантастики к науке. В поселке Калачи я уже нахожусь несколько часов. Слава богу, чувствую себя в порядке. Лишь пару раз зевнул. Как мы видим, здесь работают специалисты КАЗ Гидромета. Добрый день. Я зовут Алжас Рамазанов, корреспондент 7 канала. Подскажите, чем вы тут занимаетесь сейчас? Давайте я вам пройдем в лабораторию, вам покажу их наглядно. Дархана Солбеков работает в Калачах уже месяц. Передвижной лаборатории – необходимая техника для измерения концентрации опасных веществ в воздухе. Это делаем замеры. У нас в городе Кокштал есть лаборатория, на которую мы отправляем данные. Они уже там, данные расшелут. А когда можно ожидать результатов примерно? Через какое время? Ну, я не знаю. Уже больше двух лет. Так отвечают почти все отечественные ученые. Настоящую причину до сих пор не выяснили. Кто там? Я. Проходи. Здравствуйте. Тут радиационные безопасности. Можно измерения провести? Ядерщики из далекого Курчатова в Калачах почти местные. Они находятся здесь постоянно. Специалисты уже отмели несколько версий. Радиацию, микроэлементы и радон. 50-го сил. Неделали документический выбор. Теперь специалисты называют возможной причиной угарный газ. Там во многих случаях ВЦО довольно существенное превышение. Причем это газ такой, который может давать похожие симптомы как минимум. Мы согласны, что эта версия не самая такая, не все объясняет далеко. У нас самих есть сомнения. Но из всего, что сейчас не сказывается, это пока на настоящий момент является наиболее рационально, наиболее обоснованно. Вот и закончился наш первый день в Калачах. У меня немного болит голова. Правда, я не уверен, что это из-за воздействия сонной болезни. Тем не менее, я не буду рисковать и поставлю несколько будильников на утро. Так как завтра мы продолжим наши съемки. И это не последняя запись в моем видеодневнике. Второй день мы начали с осмотра окрестностей сел. Сейчас я буквально стою на разваленных одной из пятиэтажек. Кое-где видны даже обои, детали сантехники. Когда-то здесь бурлила жизнь, но сейчас нет ни единого признака. Аким областью Сергей Кулагин вселил надежду в сердца калачинцев. Переселение началось. Первые восемь семей покинули сонное царство. Где-то в пределах 25-30 семей должны переехать в январе месяце. И к маю месяцу мы должны завершить переселение. У нас Рамазанов, 7 канал. Вы переселяетесь, да? Да, переселяетесь. Коробки, видимо, для этого. Коробки для этого. Семья Сулимовых сидит не на чемоданах, а на горе вещевых тюков. Новый дом и работу им предложили аграрии. Жене также в школу предложили, все нормально. Мне вроде как на молочно-йогуртный заводик у них. У них там собственных домов нету, как объяснил нам директор. Ну, там получается, как в советское время. Вам дали дом, живешь, работаешь, все, без проблем. Главы хозяйств пришли на помощь калачинцам по просьбе Акима области. Местные называют их покупателями. Трудоспособных и детей аграрии берут в первую очередь. Пенсионеры в конце списка. Они ищут то, что им нужно. Не то, что люди находятся в таком положении, что им надо помощь оказать. А что им выгодно берут. А нас, стариков, пенсионеров, а нафиг мы кому нужны, где? Никому не нужны. По результатам опроса, 57% населения за переселение. Как подчеркивает Кулагин, процесс будет непростым. Необходимо около 2 миллиардов государственных денег. Большинство жителей переедут в бывший военный городок, село Державинку. Улжас Рамазанов другими словами.